Кольца бывают не только ювелирные, рассказывает мастер цеха старшекласснику Евгению. Парень решил провести лето с пользой. На завод пришел по стопам отца. Наставник объясняет школьнику все тонкости, пока не знакома ему профессии. Работаю я тут вторую неделю, а занимаюсь я тем, что смотрю диаметр на колечках. Подходят они или не подходят. Сначала было трудно, а потом я в что-то привык. В привычку должны войти терпение и труд, а главное понимание своей ответственности. В огромном механизме важны даже самые маленькие детали. Отвечать за каждое свое действие и не полагаться на других – вот что наставники стараются привить под мастерьем. Особенно радует, когда видно стремление подростков постичь азы новой для них профессии. Таким помощникам рады и сами мастера. Хорошо говорят, что ребята хотят трудиться. У нас очень большой цикл. С порутка начинается. До нас доходит не один день. И чтобы вот он это кольцо взял и обработал. И после нас также они проходят весь цикл, доходят до сборки, чтобы получить уже готовый подшипник. В администрации города уделяют особое внимание вопросам занятости подростков, особенно в каникулярный период. В рамках целевой программы «Молодежь Самары» более ста предприятий предоставили рабочие места в разных сферах деятельности – благоустройство, озеленение, промышленность, сфера обслуживания. Главная задача не только поддержать молодежь материально, но и привить уважение к людям труда, а возможно и определиться с будущей профессией. Трудоустраиваются ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Это прежде всего категории молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Естественно, просто подростки, которые желают в летний период получить возможные навыки своей потенциальной профессии, которую они выберут в будущем. Каждый желающий может найти себе занятие по душе. Вакансий много. Какую выбрать – каждый решает для себя сам. Информацию о рабочих местах для подростков можно получить в молодежном центре «Самарский». Дарья Трофимова, Константин Головин. События.